По-пока-куким, по-пока-куким Украина — это Европа Я, власне, я сценаристом «Голосу» и працював тут очень долго Я, наверное, попала в проект «Голос 10» Алиям и Витяцка не хочет в якийсь гощит Вы смотрите четвертый выпуск бэкстейджа 10 сезона «Голос Краины» С вами Рома Гений, сейчас будет гениально, погнали! Вова, привет! Привет! Это вообще-то мой стиль, давай заново Вова, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, как тебе пришла в голову идея разорвать сцену? Ну, слушай, на самом деле у нас была идея сделать что-то незвичайное И появляется, что это первый в истории «Голоса» вообще в всем мире формат, когда приходит «Спешл Гест Стар» и делает прожарку тренеров Он жартует на сцене про тренеров, которые сидят в крестах Это первый раз в мире, поэтому Украина тут первая Ты зачитал рэпчик? Потому что это очень круто ставить в умову, поэтому я вышел и зачитал Вот ты пришел сюда с рэпчиком, попал к Тине, правильно? Да, да, но я не пришел для того, чтобы потрапить в команду Тіни Я думаю, что Тіна згадалася, кто это читает, потому что у нас всіх дружные связи, но у меня была просто единственная миссия сделать прожарку, всем помогать ручкой и до новых встреч! То есть ты не будешь участвовать в проекте? Послушайте, я тут в этом павильоне уже живу, мне кажется, уже шестый месяц будь ласка, отпустите меня домой! Ну что я могу спросить, если ты смотрел прошлые проекты, был ли у тебя фаворит? А? В этом сезоне или в прошлом? Вообще в любом сезоне? В этом, потому что есть Даня Салем, который пришел в этап слепых прослухований, мы с ним были на танцах, на танцах я его обошел, но я ему желаю удачи в голосе в этом сезоне Хоть в чем-то Многих уже наверняка интересует Ася, это Аня, Анастасия, Аспирантура Как полное имя ваше Ася? Ася? Есть Ася! Ася, скажи, что ты сейчас ощутила, когда все это произошло? Я ничего не поняла и до сих пор ничего не поняла, потому что это так пролетает, как на гоночной машине какой-то, очень-очень-очень быстро И поэтому, не знаю, наверное, круто Слушай, ты говоришь, что быстро пролетает, но многие сказали, что ты очень долго выбирала к кому же все-таки пойти, кто будет твоим звездным тренером Просто объясни мне свои аргументы Ну как-то, не знаю, мне все нравятся, и это было сложно, но так легла карта Скажи, а ты знаешь какие-то песни NK наизусть? По-па-ка-ку-ким, по-па-ка-ку-ким, ёл Оби-ця-ю, да? Оби-ця-ю, оби-оби-ця-ю Можно было одну, но спасибо, ты прошла тест дважды Еще один вопрос, почему эта песня? Это потому что это очень крутая песня Это песня моего детства, это раз Во-вторых, она у всех на слуху, и мне кажется, все знают, это нас не догонят, нас не догонят И как-то это была легендарная песня И я решила, что сыграем судьбу, пусть она мне поможет Скажи, ты смотрела другие сезонные «Голосы»? Да, да, конечно, смотрю Кто твой фаворит? Нравилась, наверное, Марта Адамчук Не, она действительно очень-очень крутая Спасибо, Ася, удачи! Ребята, если вы хотя бы чуть-чуть знаете хотя бы что-то о Казахстане Сейчас у вас будет задачка на понимание Это Нур Султан из города Алматы Для тех, кто не был в Алматы или в Казахстане вообще Там почти в каждом заведении есть караоке, это правда? Да, это так, у нас очень любят петь, казахи – певучий народ Прямо вот все, вот любого возьми Так, иди сюда, спой, он споет Я вам серьезно говорю Я знаю, я в этом убедился сам Причем, помимо всего прочего, Казахстан – это единственная страна, где в караоке есть скриптонит Это правда? Да, там есть скриптонит, наверняка я его не исполняю, но я уверен, что он есть Он очень популярный, знаменитый, крутой чувак Вот, поэтому там и скриптонит, и кого только там нету, поверьте Хорошо, вот представь себе, что ты победил голос Украины Остаешься ли ты в Украине или возвращаешься домой? Я думаю, что в наше время, вот уже где-то локализоваться, ну, нет такого смысла Сейчас по миру двигаться, ну, там выступил, здесь спел, здесь спел гастроли, ну, как бы так А Украина, конечно, супер, Киев, вот такой город, я посмотрел на архитектуру, на историю, мне показали, я не ожидал, честно Я не думал, что, ну, настолько будет красиво Украина – это Европа, так что приезжайте сюда Супер, ну, я правда, подтверждаю, приезжали тоже мои друзья из Алматы И они остались тоже очень довольны от Киева, сказали, что бомба, отвал башки Хорошо, последний вопрос к тебе Ты смотрел какие-то еще сезоны «Голос Украины»? Конечно, мы постоянно смотрим Кто у тебя был фаворитом из всех сезонов, которые ты видел? Кроме соотечественницей Фаворитом? Ну, Антон Копытин Вот ты сейчас засветился, тебя увидел весь мир, и тебе завтра пишет Адиль и говорит Давай к нам в Газголдер Твой ответ? Я пойду Все, добавить нечего, спасибо, удачи Катя, привет! Привет! Почему ты Катя Че? Потому что у меня фамилия Чемизова, а это первая часть фамилии И это еще означает, что ты революционер Че Гевара не просто было так Я понял вас, команданты Что только что произошло? Кто к тебе обернулся? Почему ты выбрала того, кого ты выбрала? Я, если честно, пела до последнего, и никто не поворачивался Я уже думала, ну все, падаю на колени, буду тянуть ноту до последнего И думаю, если никто не повернется, то я просто тихо уйду со сцены, гордо подняв голову Но на самом деле я увидела, что Дан Балан повернулся, и я такая Вау, Дан, да, класс, класс! А потом оказывается, что повернулись трое Это Тина Кароль, Дан Балан и Монатик Ты, когда видишь, что один из членов жюри уже обернулся Вот не было такое, что Дан Балан обернулся, все, ну и слава богу, тогда можно в принципе не напрягаться больше Нет, нет, наоборот, появилось больше уверенности, больше сил делать дальше Вот я просто такой человек, если я вижу какой-то результат, мне сразу это вдохновляет, появляются крылышки, я могу улететь далеко-далеко, если меня будет поддерживать У тебя хриплый голос или он у тебя хриплый сейчас после выступления? У меня хриплый голос И у тебя в вокале это слышно? Ну, бывает, проглядываются такие нотки, хрипотцы Раньше, раньше у меня был высокий голос, очень высокий голос, я пела высоко и у меня никогда не было низких вот этих частот, вот этого регистра И я всегда мечтала о низком голосе, я всегда слушала мужчин только с низкими голосами, женщин с низкими голосами, я всегда мечтала Потом я начала работать и очень много работала, пела, но у меня из-за неправильной работы просто упал голос и теперь он мне всегда такой и я супер счастлива Слушай, ну а ты же понимаешь, что из-за этого, скорее всего, твои звездные тренера будут тебе назначать такие песни, как «Моя бабушка курит трубку» или «Третье сентября»? Нет. Вот теперь прими это к сведению и готовься. Можешь уже разучиться. Нет, бог мой, вы что, ребята? Можешь просто, чтобы мы как бы визуализировали это более четко, напеть что-то из... Знаете, вот если я сейчас еще напою, то оно точно визуализируется где-то в пространстве, я точно буду петь эту песню. I'm sorry, мама. Буду только читать рэп. Please stand up. Please stand up. Please stand up. Please stand up. Артем, опиши свои ощущения. Да, нормальные ощущения. Ты ожидал такого исхода? Ну, когда выходишь на сцену, для меня это было даже просто выйти и спеть. Не то, что там какого-то исхода ожидать, кто повернется. Это, я думаю, всегда в последнюю очередь. Просто, ну, мне очень понравилось выступление. Высокий голос для меня всегда это что-то чарующее. Каких исполнителей с высоким голосом слушаешь ты? Ой, ну, с высоким голосом я не знаю. Я такую люблю певицу, как Сара Брайтман. Есть такая, ну, вообще все слушаю. Чего именно, если я пою классику, друзья, я классику слушаю. Все подряд. А нравится Мьюз группа? А знаю такую. Тоже, да. Ну, мне все нравится под настроение. Вот, под настроение. Есть уже идеи, какие песни для такого тембра ты будешь подбирать в дальнейших этапах проекта? Ну, это должны не только быть песни. Какие-то интересные образы. Это какое-то должно быть шоу. У меня так всегда и было практически. То есть это всегда что-то как-то все вместе. Поэтому, ну, думаю, что такое мюзикл. Ну, мне это ближе. Что такое? Классика, современная какая-то. Такой стиль. То есть, если я правильно понял, от тебя ждать эпатажа, шоу и всего интересного. Эпатажа точно, да. Я люблю эпатаж, шоу. Я все люблю. Такое яркое, чтобы это сразу было видно издалека. Супер, я заинтригован. Очень жду продолжения. Спасибо, Артем, удачи. Спасибо большое. Привет. Hello. Я смотрю, ты в классном настроении. Наверное, что-то хорошее у тебя произошло только что. Да, вообще сейчас что-то произошло. Вот, как-то я, наверное, попала в проект 2. А у вас 10! А теперь вот, слушай, можешь выразить свои эмоции без слов? Супер. Да нет, классно, классно. На самом деле, уметь без голоса нашел голос, это бомба. Это прям хай-левел. Слушай, расскажи, вот что произошло? Есть люди, которые смотрят почему-то эти ролики раньше, чем оригинал. Поэтому скажи, что было, что ты спела, кто обернулся, кого ты выбрала и почему? Я спела песню «Хард кис журавли». Вот. Я слышала сразу, что меня поддержали зрители. Мне было это очень приятно. Я понимаю, что это очень знаковая песня. И вообще я очень люблю летающих птиц, вообще животных, всех летающих крылатых. Мужчины в форме пилота нравятся? Да. Конечно. На заметочку, ребята, на заметочку. Так, дальше. Обернулся вот мужчина, ну не в форме пилота, но в черном, в черном таком пиджачке. Слушай, скажи, пожалуйста, вот он к тебе повернулся, и теперь он тебя будет учить быть артистом. Как ты думаешь, чему ты сможешь у него научиться? Чего тебе не хватает? Чего мне не хватает? Надо знать только вот там, знаешь, чего мне не хватает. Там это Дан Балан. Да, там это Дан Балан. Дан, на тебя вся надежда. Последний вопрос. Смотрела предыдущие голоса? Да. Кто твой фаворит? А теперь я серьезно. Это... это Тина. Это Тина. Все, я желаю тебе удачи. Верю в тебя. Юра только что сказал, что он все время напряжен, поэтому сейчас будем стараться его расслабить. Юра, привет. Привет. Дякую, что за спробу. Скажи, пожалуйста, что только что произошло, как ты себя чувствуешь по этому поводу? Я себя почуваю так, что я, наверное, понимаю, что произошло, так как когда выйду с ВДНХ, с другого боку, уже знаете, там лес требует пройти. У меня так было и минулого раза, когда была репетиция, а сейчас так точно. Я, когда уже пройду лес туда и стану додому на маршруточку ехать в черзе, я уже уверен, что я понимаю, что произошло. Поэтому сейчас пока что такие вопросы. Я тебе больше скажу, тут рядом ипподром, поэтому ты можешь на обратном пути сесть на лошадь и проехаться, ну, как минимум утрясется все внутри, знаешь, голопом. Скажи, кто тебя выбрал, кого выбрал ты? Я выбрал Тіну Кароль. Це дуже неочікувано, власне, для мене самого, тому що спочатку повернувся Потап та НК, я дуже зрадів. Ну, я поважаю, усіх тренерів. Потім повернувся Монатик і останньою була Тіна. Я, певно, що єдиний учасник, який точно не думав, до кого піти, тому що я просто жив цим моментом. Навіть, чесно кажучи, і не сподівався, що пройду. Але, якщо пройду до мене, хтось повернеться, один і до того, і піду. Був вибор з трьох тренерів, це, звичайно, і досі у мене руки точно не можна, так скажімо, зараз забивати гвістки, так? От, але Тіна Кароль. Обрав Тіну Кароль. Не знаю, чому, це, ніби, знаєте, я не вірю у знаки і якісь проведіння, але це, власне, було, мені здається, воно, тому що вона так подивилась на мене, я на неї. І впевнена, що вона теж зрозуміла з самого початку, що все, що я там розповідаю, це вже зайве, тому що все одно я піду до неї. Слушай, які пісні ти би хотів піти? От, які ти любиш? Часть яких пісень ти? Я пишу власних пісень, в мене є проєкт, який називається «Гуртом», і це пісні української мови, заходьте, будь ласка, слухайте. Щодо пісень, які будемо співати на проєкті, не знаю, тому що я в цьому плані дуже не гнучкий, насправді. І не знаю, що я буду обирати, тому що я дуже завжди прискіплю в цьому плані, щось мене не так, щось не підходить, і тіні ще доведеться з цим попрацювати вам. Поборотися. Така вже немаличка погроза. Окей, смотри, от тебя здесь в любом случае готовят як сольного исполнителя, тому що, ну, здесь, вот конкретно в условіях этого шоу, у тебя нет з тобою твоєї групи. Когда, представим, ти побіждаєш в проєкті «Голос», що ти делаєш далі? Возвращаєшся в групу, або говориш, ребята, сорі, але я вже навчился по-другому? Безумовно, це гурт, тому що в гурті я реалізовував власні ідеї, і впевнений, що «Голос» мене тільки в цьому допоможе. На моєму досвіді, я, власне, є сценаристом «Голосу» і працював тут дуже довго, зараз довелося звільнитися, тому що беру участь, вирішив, наважився зробити крок на зустрічі своєї мрії, і, власне, перший крок вже зробив, він дали, дуже вдячний за це усім, хто мене підтримував. Але далі тільки з підтримкою своїх друзів, з підтримкою команди буду рухатися вперед. Слушай, ти сценарист «Голоса», як давно? Сценаристом, власне, працюю два роки, а ще до цього працював в кастингу. Ти, наверняка, добре знаєш сезони, минулише, прошлое. Хто із учасників «Голоса» пройшлих сезонів – твой фаворит? Мій фаворит, можу легко сказати. Оксана Муха – це жінка, за яку я вволював з першого інтерв'ю, як ми з нею записували, і дуже тішуся її перемогою. І дуже багато талановитих людей. «Голос» – це проєкт про талант, про талановитих людей, тому кожна людина тут унікальна. І, власне, тому я пам'ятаю всіх. Юр, скажи, ти розслабився до кінця нашого розговору? Власне, стало легше. Или ще массаж? Можна трішечки, якщо. Є талант у мене? Я жду шоу «Массаж країни». Я там буду фіналістом. А здесь я желаю удачі тебе. Привет, Максим. Привет. Расскажи, будь ласка, що ти тільки що испытав? Кайф. І все. Стільки емоцій просто. Я не знаю. Вони всі тут. І хочеться дуже багато чого сказати. Але не можу. Я не знаю. Немає сили вже. Щас ми будем із тебе це доставати. Слушай, я коли подчитав твою фамилию на бумажці, я так понимаю, она звучит, як Гара. Гара. Я думал, Гара. Я уже думал, я подготовил кучу шуток про Магомеда, про то, что ты со своей семьёй за кого-то горою і все такое. Ну ладно, все, че-то стираем. Мне Максим по секрету сказал до съёмки, что у него по маминой линии фамилия Балан. Так. Да? В итоге ты пошёл к кому? К Тіні Карлі. Всё сходиться. Скажи, а повернулся к тебе кто? Тіні Карлі. Хорошо, скажи, вот ты... Тебя отправляют на необитаемый остров с одной песней. Какая это песня? Щось екзотична. Де спосіто, ти маєш вину? Нет. Может, есть что-то, что ты хочешь передать? Я тут всех спрашиваю, что они ощущают, потому что я представляю масштаб этого события в жизнях людей, которые участвуют в проекте. Вот расскажи, есть ли у тебя ощущение, что твоя жизнь разделилась на до и после? Так. Ну, все круто, насправді, стояти на сцене «Голос України», по-перше. Это реально, как-то приходишь туда и до конца не веришь, что до тебя повернутся, знаешь. И, блин, реально, как-то новая сторінка має открытися, такое ощущение, знаешь. Какий-то новый период. Даша, привет! Привет! Расскажи, что только что произошло? Сейчас произошло что-то, что было когда-то в моих снах и мечтах. Мои слепые прослушивания! У-у-у! И как вообще? Сколько людей обернулось? Кто? Кого ты выбрала? Ко мне повернулись Тина, Потап и Настя и Монатик. Я выбрала Тину. Меня пришла поддержать Фонтина, как видите. Это вообще... Мы снимаем все время на этом фоне. Наконец-то он как-то разнообразился. Слушайте, вы смотрели «Матрицу, девочки»? Да! Вы понимаете, к чему этот вопрос? Вы немножко как агент СМИ там. А вообще, какой был план? Если никто не оборачивается, вы идете вместе и поворачиваете кресло насильно. Я правильно понял? Да. А плана не было, это был сюрприз. Для тебя самой? Да, конечно. А кто организатор, девочки? Кто организатор сюрприза? Это кто? Это все. Это все мы. Это наш фан-клуб. Фан-клуб Тины Кароль. А-а-а, вот, я думала, что Фонтина, Фонтина, слава богу, для меня, для меня расширен. Человек это много. Хорошо, вы взяли Тину нахрапом, грубо говоря, вас много. Или ты хорошо спела? Ну, вообще-то, мне кажется, что я неплохо спела. Девчонки, это правда? Да. Ну все, тогда сомнения отменяются. Ты смотрела до этого другие сезоны «Голоса»? Конечно, каждый почти смотрела. По сколько раз? Многие выступления смотрела по многу раз. Некоторые выступления, конечно, какие-то нравятся больше, какие-то нравятся меньше. Но самых любимчиков для муда, просто для поддержания настроения почти каждую неделю, правда. Скажи, кто из всех людей, которых ты пересматривала, твой фаворит? Вера Кикелли, особенно с «Пысо Би Сама», это самое мое любимое вступление. А Миша Сосунов, Майкл Соу, тоже с выступлением со слепых прослушиваний. А также Ксюша Бахчалова, моя любимая. И вообще много их. Ну, давайте вот так. Супер, меня удовлетворил полностью ответ. Давайте, наконец, просто какую-то кричалку. Я не буду вам подсказывать правильный ответ. Я начну, а вы вместе просто попробуйте симпровизировать один и тот же ответ. Хорошо, договорились? Давайте. Наша Даша просто супер! Шутка! Все, спасибо, ребята. Спасибо за интервью. Давай, удачи на проекте. Спасибо большое. Коля, привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, откуда ты? Я из города Славутич. Славутич? Это станция метро. Скажи, пожалуйста, что только что произошло? Я не знаю. Я сам не понял. Да, просто как во сне. Ну, я пришел сюда просто, чтобы спеть, кайфануть, рассказать свою историю. И вот, в принципе. Расскажи нам эту историю. Ну, я учился. Проживал с мамой. Мне мама очень много помогала. Давала любви, денег, чтобы я мог обучаться. Но, к сожалению, два года назад произошла такая ситуация. Она тяжело заболела. Эта болезнь, к сожалению, уже не вылечивается. У нее отказали обе почки. Вот. И было тяжело. Я постоянно работал. Забывал про свою мечту. Вот. Про свою цель. И как-то вот так день за днем я терялся. Ну, сегодня у меня произошла вот так называемая перезагрузка, наверное. Не знаю, как это назвать. Я безумно рад. Вот. Эту песню я посвятил для своей мамы. Вот. Я благодарен ей за все. И вообще голосу за то, что дал мне такой шанс показать себя, проявить. Вот. Поэтому. Очень трогательная и красивая история. Скажи, какие песни ты хотел бы петь на этом проекте? Вообще разные. Я очень люблю экспериментировать в разных стилях. Я попал в команду Потапу и Энкей. Вот. И поэтому надеюсь, что они мне помогут. Ну, надеюсь, потому что они очень классные, они очень опытные. У Потапа как бы продюсерский центр, через него много людей прошло. Он очень опытный. Вот. Я надеюсь, что я не пройду мимо него. Вот. Он обратит на меня внимание и даст мне, может быть, какие-то наставления. Либо чем-то поможет, меня как-то раскроет, хотя бы направит. Вот. Слушай, если он к тебе придет и скажет, надо петь пырышки-пупырышки, что ты ему скажешь? Я скажу, за сколько? Вот это наш подход. Сразу видно, родная душа. Скажи, ты попал в итоге к Потапу. Кто твой фаворит? Фаворит-то, в принципе, они все. Ну, каждый по-своему, они очень классные. Вот. Конечно, наверное, я бы хотел попасть к Монатику, так как, ну, я не знаю, мне его музыка близка. Вот. Он очень классный. Он двигается классно, харизматичный, поет круто. Вот. Это, в принципе, то, что, ну, это то, чем должен обладать артист. Он универсальный просто, вот, мне кажется. Универсальный салт. Да, если брать Потапа, то он больше, как продюсер, он умный, грамотный мужчина, вот. Он, как отец, может там направить, подсказать, вот поэтому. Слушай, а как ты думаешь, чему у тебя, вот у тебя же получается теперь два звездных тренера, правильно? Да, у меня теперь папа и мама. Чему тебя научит Анкей, как ты думаешь? Анкей? Мне кажется, двигается. Так грациозно, как она. Слушай, ну, я с удовольствием на это потом посмотрю. Хорошо, я желаю тебе удачи, надеюсь, увидите в финале. Давай, спасибо. Маша, привет. Привет. У тебя не было опасений, когда ты шла с Монатиком, только я имею в виду с песней, что все будут говорить, что ты читер? Нет. Ну, знаешь, есть, ну, тут шепчутся, это когда обманывают. Ну, когда, точнее, не обманывают, а выбирают легкий путь. Это как раз был очень сложный для меня путь, потому что изначально я выбрала совершенно другую песню, для того, чтобы, ну, я думала, что она будет выигрышной, но все менеджеры сказали, что нет, вот ты круто споешь Монатика. Я, честно говоря, очень пыталась эту песню подать от себя, как я ее вижу, как я ее чувствую. Вот для меня очень важно было, я просто взяла музыку, взяла слова и сделала это от себя. И я очень надеюсь, что Монатику это понравилось. Респект, я думаю, что понравилось, раз уж, да. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь петь на этом проекте в дальнейшем? Я не могу сказать, что что-то принципиальное, я хочу открыться очень. Я хочу, чтобы Дима помог мне открыть очень много каких-то внутренних блоков, и я знаю, что так будет. И мне есть о чем сказать, мне есть о чем спеть. Хлево, то есть он как бы твой коуч? Yeah. Yeah, коуч, это английский язык, yeah. Хорошо, скажи, ты отправилась на необитаемый остров, у тебя есть одна песня, которую ты можешь взять с собой, какая это песня? Я напишу свою песню, пока я буду на острове, можно так? Я не знаю, у нас можно так? Можно, можно. Ну, что-то показало, что проигрышный вариант, поэтому, наверное, Монатика какого-то возьму, чтобы было тусить. Как раз он на Кубе снял песню. Если я на Кубу отправлюсь, то это будет каждый раз, каждый раз. Смотри, ты смотрела прошлые сезоны «Голос Акраины»? Да. Ты боишься не ответить на какой-то из вопросов, которые я сейчас задам, что-то так сразу тогда. Кто из конкурсантов прошлых сезонов твой фаворит? Ой, у меня, честно говоря, очень много знакомых коллег было в прошлом году, и в позапрошлом это Галина Шкода, это Алена Карась, поэтому, конечно же, я болела за своих. Не сомневаюсь даже. Скажи, страшно забираться на эту сцену и понимать, что сейчас очень ответственный момент, очень важный в твоей жизни. Вы видели, как я обнимала Монатика? Как вы думаете, мне было страшно? Это было массажное кресло, я бы сказал. Да, это очень страшно, конечно. Окей, я желаю тебе большой удачи и надеюсь, мы увидим тебя в финале. Спасибо большое. Обниматься. Кто вам понравился больше всех, пишите об этом в комментариях. Также ставьте лайки, нажимайте на кнопку подписки и колокольчик, чтобы не пропустить следующих выпусков. Меня зовут Рома Гений. Пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok